Аллилуйя! 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 В самом центре исторической части города Донецка возвышается Величественный Свято-Николаевский кафедральный собор. Уже 110 лет бьется здесь пульс православной духовной жизни города. Построенный в 1896 году как церковь-школа, он лишь на короткое время, с середины безбожных 30-х годов и до Великой Отечественной войны, был закрыт. Православная община, возродившаяся в годы войны, заняла принадлежавшее ей здание, и с тех пор здесь не прекращается молитва Господу многих поколений дончан. Собор, как многие храмы в шахтерском Донбассе, был освящен в честь святителя Николая Мирликийского чудотворца, который издавна считается покровителем горняков. А нижний храм освящен в честь преподобного Никона и очень часто служил крещальней. Здесь приняли святое крещение, наверное, половина жителей Миллионного Донецка, так как Свято-Николаевская церковь долгое время оставалась одной из немногих в действующем городе. Сохранившиеся здесь и чудом уцелевшие старинные иконы, распятия, соединяют нас в единую нерасторжимую духовную цепь с теми, кто молился перед ними многие десятилетия, не предавая своей веры. Неузнаваемо изменился Свято-Николаевский кафедральный собор за последние годы. В 1999 году стараниями прихожан, духовенства и их архипастыря, владыки Илариона, митрополита Донецкого и Мариупольского, управляющего Горловской епархией, Свято-Николаевский собор украсила величественная колокольня. Расширена алтарная часть храма, а над ней вознеслись пять куполов, символизирующих Иисуса Христа, и четырех евангелистов, несущих слово божественной истины народам Земли. Здесь же находится и Донецкое епархиальное управление. В декабре 2005 года новый иконостас собора осветил во время своего пастырского визита в Донбасс блаженнейший Владимир, митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Украинской православной церкви. Неразрывна духовная связь православного Донбасса со вселенским православием. И особенно явственно мы ощущаем это здесь, в Свято-Николаевском кафедральном соборе Донецка. Пасхальную ночь 2005 года Владыка Иларион, благословение Трудовому Донбассу, доставил сюда величайшую святыню, благодатный огонь от гроба Господней из Иерусалимского храма Воскресения. И с тех пор горит благодатный огонь во многих храмах нашего края, совершая чудо, зажигая в душах людей огонь веры. В июне 2004 года в Свято-Николаевском кафедральном соборе прибывала чудотворная икона Всецарица, которая была списана мастерами Афонского Ватопецкого монастыря с первообраза XVII века, специально для Украины, и там же освящена. Список обладает той же чудесной целебной силой, что и оригинал. Подаренная греческой православной церковью Украинской православной церкви, как защитница от раковых заболеваний, чудотворная икона стала последней надеждой для многих людей в нашем сложном, в экологическом отношении регионе и дарила им исцеление. Настоящим праздником для православного Донбасса стало пребывание в соборе святых мощей великого подвижника православной церкви святого преподобного Серафима Саровского летом 2005 года. И вот новая встреча с чудом. В храм были привезены чудотворные иконы, кровоточивый образ Спасителя и мироточивая икона Пресвятой Богородицы из села Державина Оренбургской области России. Современные иконы, выполненные на бумаге полиграфическим способом, стали особо почитаемыми после чуда, происшедшего с ними. В начале 5 мая 1999 года образ Господа стал сильно благоухать и мироточить. Владелицы иконы, 68-летняя Антонина Ивановна Ефимова и ее дочь Ольга Владимировна, сообщили о чудесном явлении священнику. Весть о чуде быстро разнеслась по Поволжью и Приуралью, в дом потянулись паломники. А 5 апреля 2000 года, в Великую Среду, на иконе Спасителя в нескольких местах стали появляться капли крови. Из рук именно там, где были прибиты к кресту гвоздями на Голгофе, ищела Господа из мест, куда вонзились шипы тернового венца. Вначале это были струйки, сейчас же кровотечение столь обильно, что лика Иисуса Христа почти не видно. То, что это действительно кровь, свидетельствует результаты проведенной экспертизы. Икона чудесным образом действительно выделяет настоящую человеческую кровь. Была даже установлена группа, редкая четвертая, именно та, которая была выявлена итальянскими учеными, исследовавшими Туринскую плащаницу. Очень обильно мироточит и икона Богородицы. Иногда святая влага как бы выстреливает из самого образа и скапливается на внутренней стороне Киота. За шесть лет иконы посетили более половины епархий России и многие другие православные страны. И везде чудотворный образ даровал исцеление, вселял надежду. Тысячи людей пришли поклониться образу Спасителя и в Свято-Николаевском кафедральном соборе города Донецка. Смиренно выстаивали длинную очередь ради того, чтобы на мгновение приложиться к святыне, своими глазами увидеть чудо Господне. В надежде на духовное и телесное исцеление шли сюда больные и здоровые, немощные и полные сил люди. Много людей, долгое ожидание встречи с Ним, Спасителем. Кажется, что это время специально отведено нам, чтобы отрешиться от суеты мира и подумать о том, за что Он проливает свою кровь сегодня, как и две тысячи лет назад. Это возможность осознать свое покаяние в главном грехе нашем – нелюбви к ближнему. Вспомнить, чем ранил ты ближнего и дальнего – словом, взглядом, делом. А значит, нанес рану и Ему, Сыну Божьему. И в Его затемненном лике есть капля крови, пролитая из-за твою нераскаянность. Понимают это многие, и потому со страхом и трепетом идут сюда и просветленными уходят. В эти дни мы имеем по благодати Божией великое чудо в нашем храме, в нашем регионе, на Донбассе православном. И мы видим, что Господь делает это чудо, современное чудо. Мы часто ищем чудес, бегаем туда, туда, туда. Нам не хватает чудес в этом мире, хотим из чего-то такого особенного. А здесь Господь являет это чудо в своей иконе. Мы знаем многие иконы, и мироточивые, они плачут, и побуждая нас к покаянию, к осознанию своей сущности, своего бытия. А вот сегодня Господь именно плачет, почему-то плачет. И мы вот сегодня прикасаемся к иконам, прикладываемся, целуем их. И я слышу от людей, их мысли, их восторг, восхищение от них, от других скорбь и печаль. И люди говорят, что Господь за меня плачет, плачет за моих грехов. Сюда подошли, сразу вот дочь говорит, мне страшно и жутко почему-то. Потом, когда подошли, конечно, какой-то трепет, волнение возле иконы. Ну а уже сюда, когда вышли, не знаю, мы успокоились в покой за себя, за детей. Много сейчас людей, как мы знаем, страдают различными заболеваниями, недугами, душевными и телесными. И вот Господь дарует нам эти знамения, кровоточащие, мироточащие иконы, вот одна из которых и находится здесь у нас образ кровоточащего спасителя, помогает людям, укрепляет их веру, укрепляет их душевные и телесные силы, укрепляет их веру для того, чтобы утверждалось православие на Святой Руси. Божья икона, эта чудотворная, кровоточащая, впечатляет очень трогательно. И для Донбасса очень большое, чтобы люди шли, верили. Кто придет в храм, увидит, что множество людей приходит, огромные толпы ежедневно, с 6 утра до 10 до 11 вечера люди приходят с разными проблемами, с разными скорбами, с разными бедами, просил Бога помощи. Конечно же, это особая милость для нашей области, потому что Господь призывает людей к исправлению, к покаянию, чтобы люди стали ближе друг к другу, и чтобы по милости Божьей Господь также увращал наши духовные и телесные болезни. Славьи Бог! Славьи Бог! Разумейте язык, И покоряйте все, И покоряйте все, Я пославим Бог! Славьи Бог! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...